Ей было 14, когда по рекомендации друзей Ирина Фурдик впервые познакомилась с таким видом спорта, как тяжелая атлетика. Тогда она и не думала, что будет заниматься им профессионально и добьется высоких результатов. За год девушка выполнила норматив мастера спорта. За ее плечами множество побед на разных соревнованиях. А последнее и самое яркое в ее биографии – золото на первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 21 года. Соперников мы знали, готовились к ним. В рывке немного сложновато было, а в толчке показали все, что возможно было. Ну, нелегко, но выиграли. Победа далась нелегко. Этот год для Ирины выпускной и разорваться между учебой и спортом было проблематично. Чтобы принять участие в первенстве, девушке пришлось досрочно сдавать ряд экзаменов. Буквально там за 2-3 дня до старта я только закрыла все, немножечко так расслабилась. Но именно в моральном плане я не успела подготовиться к соревнованиям. Естественно, сказалось как бы на результатах. Я бы не сказал, что те результаты, которые я показала на первенстве России, они были моими самыми лучшими. Результат отличный. Взять золото в соревнованиях общероссийского уровня – это гордость не только для самого спортсмена и его тренера, но и для родных, близких и друзей, которые болели за Ирину и ждали с победой. Я ей всегда желаю, чтобы она участвовала в Олимпиадах, это самое главное. Ну, конечно, я говорю, чтобы она, главное, что это здоровье обязательно, чтобы, ну, то, что спорт тяжелый все-таки, это штука вот. Ну, и, конечно, ну, никто не рассчитывал, что она станет такие, ну, такие достижения будут, но мы верим. Есть в ее жизни и другая сторона медали. Несмотря на высокие результаты в спорте, Ирина очень любит учиться. Особенно хорошо ей дается математика, геометрия, физика. Но в то же время девушка увлекается и творчеством. Семь лет она занималась кукольным театром, сейчас ходит в театральную студию. А еще танцует, рисует и шьет, так как, на удивление, Ирина не собирается связать жизнь со спортом. Ей очень нравится общаться с детьми, поэтому, и по общению с ней я знаю, что она хочет поступать в педагогические институты, поэтому я думаю, что профессия у учителя Ири тоже очень подойдет. В планах у Ирины – работать с детьми и быть дефектологом. А пока то, что получается у нее лучше всего – тяжелая атлетика. Кубки и награды – наглядное тому доказательство. Сейчас спортсменка готовится к первенству мира, которое состоится в июне. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Владимир Бежонок, Ирина Кошелева. Видно этого.